Сегодня мы расскажем с Олегом про сервис Incruise, который мы вступили около месяца назад, клуб Incruise, и расскажем, чем интересен этот сервис именно для семейных пар, для семей и для семей с детьми, так как у нас двое детей, дочке у нас 6 лет, сыну 10 месяцев, и мы, как все нормальные, наверное, люди, родители, хотим им показать не только красоты Башкирии и местные окрестности, и не только наши популярные из Уфы маршруты, это Уфа-Турция, Уфа-Хукет и Уфа-Гуа, действительно весь мир, и именно вот эта страна нас заинтересовала в Incruise. И сегодня мы будем говорить как раз-таки о всех ништяках, которые дают инкурис именно семейным парам и тем, у кого есть детки, поэтому если у нас есть детки, дослушайте до конца, и вы все узнаете. Эфир будет буквально минут 30, не дольше, в общем, начинаем. Всем привет! Да, еще раз всем привет, меня зовут Олег, это моя жена Лера, она уже, в принципе, сказала вступительное слово, и от себя добавлю лишь, что для нас это новый опыт, и мы его проходим вместе, и это такой своего рода эксперимент, поэтому те, кто такой же смелый, как и мы, присоединяйтесь к нам. А пока просто смотрите, возможно, если будут какие-то вопросы, задавайте, мы будем отвечать в прямом эфире, а потом запись коррекции будем еще выкладывать. Вообще, как история наша началась? Ну, во-первых, мы уже люди, которым за 30, да, вот, и мы уже попутешествовали по миру, мы пробовали разные способы, начиная там от каких-то, ну, от пакетного туриза, скажем так, да, и заканчивая там диким туризмом, чуть ли там не на уровне какого-то там дауншифтинга, да, когда ты едешь просто дикарем куда-то, ночуешь, где попало, живешь, где попало, что ешь, что попало, вот, и как бы мы, ну, на самом деле перепробовали разные способы, и вот когда уже мы создали свою семью, когда у нас появились дети, естественно, эти варианты мы уже начали потихонечку отметать, мы уже начали подходить больше к какому-то классическому туризму, но желание исследовать весь мир, да, побывать в разных точках планеты, там не только ограничиваться Европой, там даже Азии, например, да, а вот, например, доехать до Гавайских островов, просто чрезвычайно дорого это все, там побывать в Антарктиде, да, те, кто знает меня лично, они знают, какой у меня фетиш по поводу Антарктиды, то есть открыть для себя мир, и мы начали искать варианты, вот как можно в рамках классической работы, да, классической семьи, как можно все это пока, ну, поскольку там мы не мажоры, да, мы там не супер-купер богатые, хотя мы живем, как говорится, в достатке, вот при этом вместе с тем исследовать весь мир, это для многих, ну, большая такая задачка, да, которую нужно решить, и поэтому мы начали искать варианты, и когда мы искали-искали-искали, мы пришли к этому. Да, но вначале мы пробовали в формате семьи ту же самую индию, там, в полудиком, да, режиме, в прошлом году, когда мы ездили туда, мы оставили там 180 тысяч рублей, мы там были две недели, да. Мы жили в совершенно обычном отеле на базе завтрака, это была одна комнатка с пропеллером на потолке, все, что мы хотели увидеть, значит, чуть больше, мы за это просто доплачивали. Итого у нас семью из двух взрослых и одного пятилетнего ребенка, в мире тогда бывших отец, у нас ушло порядка 200 тысяч, 200 тысяч за 12 дней пребывания в Индии. Вне сезон, это был май, конец сезона, и, как бы, как нам сказали в классическом турагентстве, ребят, сейчас будет там все в два раза дешевле. И на самом деле, вот, посчитайте просто, да, если вы хотите даже там, ну, два раза в год с семьей, с детьми попутешествовать, вам нужно как минимум полмиллиона рублей, полмиллиона рублей. То есть, если вы хотите не два раза, а четыре раза, это уже миллион рублей. То есть, у какой второй, у каждой второй обычной семьи, которая там, мама с папой ходят на работу, дети ходят в садик, есть миллион рублей просто выкинуть на отдых. Как бы, ну, это просто нереально. Да, причем я хочу отметить, что в Индию мы ездили уже в третий раз, то есть, во времена нашей юности Лера туда два раза ездила, я ездил туда два раза. То есть, Индия для нас, она не была новой страной, мы знали прекрасно, что это за страна, как там дешевле жить, как там вот это все вот, куда, как лучше, вот все это мы знали прекрасно. И несмотря на это, мы все равно там оставили такую сумму. То есть, это не было каким-то там, я не знаю, из-за того, что мы что-то там не понимали, что-то не знали. И переплатили, то есть, да. Мы все прекрасно знали, все прекрасно понимали. И знали, куда идти, да. И мы искали самые такие доступные бюджетные варианты. Ну, тем не менее, вот, факт есть так. Расскажу свою историю, как я узнала Бенкруиз. Есть такая девушка. Привет, Мансур. Да, привет, Мансур. Да, вижу. У нас одновременно идут три эфира на Фейсбуке, в Инстаграм и ВКонтакте, поэтому мы будем обратную связь поддерживать. Как я узнала Бенкруиз? Есть такая девушка, Фигуна Смусина, вы ее, возможно, узнаете. Кто-то был у нее на ее супер женских крутых тренингах. И я ее знаю очень давно, это моя давняя подруга. И она рассказала мне про Бенкруиз где-то в январе этого года. Она говорит, вот, Валера, есть очень крутая тема, ну посмотри, ну посчитай, ну сядь, вникни. Я говорю, ой, круизы, это что-то, какие-то лайнеры, это что-то такое прям вообще непонятное. Она говорит, ну смотри, ты можешь вот за такие вот просто, за такие деньги ты можешь увидеть вот столько. А вот вообще ты можешь еще просто в принципе ездить бесплатно, а вот вообще ты можешь еще на этом супер зарабатывать деньги. Я говорю, ой, знаешь, это что-то непонятное, что-то дайте мне более понятное для моего мозга. Там, работу в офисе, там, с 10 до 6, да, стабильный оплат, там, социальный пакет и вот эту всю как бы историю, да, еще ипотеку и кредит в нагрузку. Прошло, она говорит, знаешь, вот, ладно, ну, то есть, и она говорит, все люди, которые знали о Бенкруизе, не вступили в него, просто со временем у них одно сожаление, ну почему я не сделала этого сразу, ну почему я не сделала этого раньше, потому что, и действительно, зайдя в эндкруиз в мае, я, у меня всегда одна только фраза, почему я не сделала это в январе, вот, и в мае она присылает мне очередной, значит, отчет из уже третьего своего круиза, где она посетила Пальма-де-Майорку, значит, Сицилия, в одной из поездок это было Монако, это Италия, это Испания, то есть страны, вообще, о которых мы, если честно, вот, ну, давайте признаемся друг другу, ну, как бы, да, мы о них даже не думаем, потому что это, ну, за пределами нашей обыденности, мы не живем категориями, а слетаю-ка я в Монако, мы живем категориями, а, блин, выбить был мне отпуск, там, двухнедельный, да, если летать куда-нибудь в Турцию, уже за счастье, и когда я посмотрела ее инстаграм, там я увидела реально эти лайнеры, они офигенские, то есть мы не смотрели в эту сторону, наверное, потому что, ну, мы чуть-чуть в другой культуре живем, мои родители, ну, мы привыкли к поездам, мы привыкли к самолетам, мы привыкли брать тачки в аренду, да, а лайнер, по сути, это просто способ передвижения, это просто способ передвижения, такой же, как самолет, но у которого есть очень, ну, намного больше плюсов, мы сейчас только, ну, как бы их до себя раскрываем. Например, 5 звезд, да, это отель 5 звезд, который, пока ты спишь, он просто тебя перевозит из одной точки в другую точку, ты не теряешь время, ты живешь с таким же комфортом, у тебя там целый город, с бутиками, с супер-ресторанами, там, с цирком Дюс-Алей, с каким-то там скалодромами, с катком, с какими-то суперамериканскими горками, то есть, почему это крутая тема именно для семей с детьми, потому что вы можете своим детям дать офигенский отдых, который вы, который может быть очень дорогостоящим, если вы, ну, будете пользоваться традиционными, обычными способами. Вот, расскажу историю про Гульнас и, как бы, мою регистрацию, то есть, не выдержав, я сказала, ладно, Гульнас, давай рассказывай, как бы, что, почем, как. Я зарегистрировалась, вот сейчас сделаю акцент на цифры, и вы поймете, что все реально, потому что некоторым людям я отправляла это предложение в личку, кто-то говорит, ой, знаешь, мне не до этого, слушай, я тут без денег с ребенком дома сижу, мне не до этого, у меня, извини, у меня ипотека меня душит, мне тоже не до этого. Ну, то есть, как бы, какие только... В принципе, все причины, которые есть у каждого из нас. Да, и я как раз говорю, ребят, это решение, я вам не предлагаю что-то, как бы, где вы опять потратитесь, я говорю, смотри, это решение, это решение круто отдыхать, это решение круто зарабатывать, это решение вообще выйти вот из этой кабалы, в которой мы все находимся. Это реальное решение, и я его проверила на себе. Каким образом? 16 мая я зарегистрировалась. Я зарегистрировалась как турист и как партнер. Разница, да, как турист регистрируешься, ты плачешь, во-первых, всего 100 долларов, и ты можешь через этот клуб просто с выгодной путешествовать, там, с 50% скидкой. Кто бы не хотел, например, взять авиабилет с 50% скидкой, кто бы не хотел взять отель с 50% скидкой. Все то же самое, только это лайнер, это 5-звездочный лайнер, который передвигается по морям и океанам, и за одну поездку вы видите там 4-5 страны. И, значит, с 16 мая я регистрируюсь как партнер и как турист. По условиям клуба, если ты регистрируешься и приводишь в любой период времени 5 человек, всего 5 человек нужно пригласить в клуб, просто рассказать, взять за руку, сказать, слушай, смотри, есть такой сервис, он позволяет, если ты приводишь 5 человек, тебе этот клуб начинает начислять в месяц 200 круизных долларов. В год это 2400 долларов, и ты становишься безоплатным членом клуба. Что вы думаете, у меня прошло 3 недели, даже месяц не прошел. За 3 недели я рассказала об этом клубе 5 людям, которые чуть-чуть умеют считать деньги, которые любят путешествовать, которые пытаются какие-то новые решения, они просто сели, посчитали и сказали, это вау, это круто. Все, на третью неделю я стала безоплатным членом клуба, теперь у меня есть от этого клуба бонус в размере 2400 долларов на покупку круиза. Какой работодатель, какая компания в Уфе могла бы мне предложить что-то подобное, сказать, Валер, сделай вот эту работку, и в конце, если ты ее сделаешь, мы тебе заплатим 2400 долларов. Просто расскажи о нас пяти людям, которые захотят сделать это. Ну, я это сделала, это все реально. То есть есть люди, которые знакомятся с предложением и говорят, Валер, я не найду 5 человек, это вообще что-то unreal. Я говорю, даже зная людей, которые уже в клубе год-полгода, я знакома с ними лично, это обычные мамочки, они сидят в декретах, они воспитывают детей, у кого-то супер малыши, они сделают это во время дневного сна своего ребенка, они делают это вечером, они выходят на безоплатное членство уже спустя 3-4 месяца. Все, 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 что нужно, чтобы получить безоплатное членство в клубе, нужно пригласить 5 людей. Это супер подъемная задача. Еще про денежную часть. Подожди, про денежную часть, потом продолжи, да? Как узнал об этом я? Я тоже хочу свои 2 копейки вставить. Ну, во-первых, я узнал об этом чуть позже, чем Лера, потому что Гульнас – это подруга Леры, и поэтому Гульнас, соответственно, конечно же, рассказал об этом Лере. В среду мне Лера, в сентябре, Лера мне вообще про это не рассказывала, потому что она сама такая сказала, да ну, да ну, что-то уходите от меня, пожалуйста. Вот, но когда прошло полгода, и Гульнас заваривал ее инстаграм фотками и видосами, которые она выкладывала вот в всех родов, которые она называла Лера, Лера просто подписала сама и подошла, и сказала мне, говорит, Олег, вот я, говорит, типа, вот за эту тему. Давай, короче, будем мутить вместе. То есть я хочу пришить, ну, понятное дело, мы оба хотим путешествовать, но вот в таких масштабах мы не рассматривали, естественно, потому что нам кажется это, ну, каким-то недосягаемым, это нереально. Это непривычная для нас мысль, и мы даже боялись ее допустить. И Лера подходит и говорит, я вам скажу откровенно, я сразу воспринял это не очень хорошо. Мягко сказано. Мягко сказано, да, мы очень много спорили на эту тему, и мы спорили долго, там, сколько-то дня, два, где-то, да, вообще успорили на эту тему, мы даже не разговаривали какое-то время. Но, тем не менее, по истечении какого-то времени, мы все-таки пришли к выводу, что, ну, нам все равно нужно приходить к какому-то единому знаменателю, и этот единственный знаменатель стал то, что я тоже врубился в эту тему. Ну, типа, либо я буду дальше просто сопротивляться и мешать просто Лере осуществить мечту, при этом, ну, если говорить откровенно, не предлагая достойной альтернативы, да, что бы я здесь ни делал, в каких бы объемах и за какую цену они бы не делали в Уфе, это все равно не даст нам то, что может дать вот эта тема. И я начал просто, я начал признавать, я как мужик начал понимать то, что, блин, чувак, у тебя нету альтернативы достойной, и какое у тебя есть моральное право говорить этой женщине, которая принесла решение, да, решение говорит, любимый, давай мы с тобой замучим эту тему, поддержи меня в этом. Я понял то, что я не имею просто морального права ставить палки в колеса. Сказал, блин, без проблем, давай, пошли там в ум с головой, да. И мы, получается, ну, естественно, просчитав опять-таки там все риски, все риски просчитав, да, то, что мы теряем, да, там, даже вплоть, не там даже не только деньги, там, вплоть до репутации, да, которая нас всех так вот пугает. Короче, мы пришли к выводу то, что мы начнем эту тему мутить. Теперь про деньги, пожалуйста. Да, то есть, получается, я зарегистрировалась, помимо вот этого безоплатного членства, на которое я вышла спустя три недели, да, значит, что дает еще клуб? Есть сейчас будет чуть-чуть цифр, просто вы можете потом пересмотреть на репети или запросить у меня, мы вам тоже это все пришлем, там, как бы, чтобы вы посмотрели глотами, посчитали сами. Смотрите, регистрация, как турист, в клубе стоит 100 долларов. Вы, сервис что говорит? Говорит, не путешествуйте в кредит, это уже давно не модно, это вообще не круто. Сервис говорит, просто безболезненно регистрируйтесь, как турист. Каждый месяц откладывайте 100 долларов на счет. У вас будет личный кабинет, это все как любая интерактивная, интерактивный сервис, которых сейчас очень много, да, банк Тинькофф, там, различные инвестиционные площадки, площадки, там, ну, то есть это как бы распространенная штука. Вы откладываете 100 долларов в месяц, не меньше, не больше. Этой компании не нужны все ваши деньги. Она не говорит, несите там тысячу, две тысячи, мы будем все удваивать. Нет, это очень честная, прозрачная компания. Они говорят, просто безболезненно для своего семейного бюджета откладывайте по 100 долларов в месяц, мы вам будем их удваивать. Вы кладете 100 долларов, 200, вы кладете 100 долларов, уже 400, вы кладете 100 долларов, уже 600. То есть, например, зарегистрировавшись в июне, июнь, июль, август, сентябрь, в сентябре у вас будет не 400 долларов, которые вы вложили, а 800 долларов. То есть, это фишка этой компании, мы говорим, они удваивают вот этот счет, на него вы потом покупаете круиз, по сути, за полцены, это круто. Но круче, намного круче, на этом вообще зарабатывать и вообще путешествовать бесплатно. Нет, не замок, ты очень-очень ошибаешься, вот прям очень. Вот прям, вот. Значит так, ты мне просто позвоним, мы с тобой пообщаемся, или там спишемся, не знаю, если захочешь, ну, вникнуть в эту тему. У меня, кстати, тоже такая же была реакция в январе, я говорю, Гульнас, это не для меня, это слишком что-то. На самом деле нет. А у меня в мае. На самом деле нет. Это просто твоя реакция, потому что что-то типа, надо кого-то опять позвать, народ собирать. Нет, не нужно, нужно собрать и пригласить только 5 человек. На этом ваша история с приглашением в клуб заканчивается. Вот 5 человек пригласил, тебе приходит в личный кабинет, такая классная зеленая галочка и говорят, вау, поздравляем, вы безоплатный член клуба. Путешествуйте на здоровье, все. Ты можешь дальше эту тему просто закрыть для себя и знать, что у тебя есть 2400 баксов в кошельке. Но круче зарабатывать на этом. Я выбрала второй путь. Что он мне дает? Смотрите, я пригласил 5 человек за 3 недели. Дальше. Если ты заходишь именно как партнер еще, получается, ты приглашаешь первого человека, тебе за него компания выплачивает 50 реальных долларов. Ты приглашаешь второго человека, тебе компания выплачивает за него 60 долларов. За третьего 70, за четвертого 80 и так далее. То есть пригласив 5 человек на сегодня, я уже, в принципе, мне вернулись мои вот эти деньги, которые я потратила на регистрацию. Там такая еще фишка есть, да, то есть все спрашивают, куда они возвращаются, на какую карточку. Когда ты в личный кабинет заходишь, есть такая карточка Pay On Me, если я правильно сказала. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот. Вот такой у них, значит, значок. Это международная система, ну, тоже там для денежных переводов. На базе Мастеркарта. И в личном кабинете вы заказываете ее на свой адрес, где вы проживаете. И через течение трех недель она к вам приходит. Вот она пришла ко мне буквально там 4 дня назад. И все вот эти начисления за людей, которые к вам реально поступают, то есть они вы просто выводите на эту карту. Это просто элементарная операция, обычная, стандартная. Там не задействованы Сбербанки, то есть как бы российские банки, потому что сам проект, он международный, он создан в Америке. И получается, соответственно, как бы весь процесс, все сервисы, которые вам понадобятся для путешествия, для заработка, они это тоже обеспечивают этим. То есть на сегодня, вступив, грубо говоря, в клуб 16 мая, сегодня у нас какой-то там, ну почти месяц прошел, да? Я вышла на безоплатное членство, это раз. И второе, ко мне вернулись мои вложенные деньги. Какая перспектива дальше? Я могу, значит, на этом в принципе остановиться все. То есть все, я как бы за три недели решила вопрос крутых путешествий, трех-четырех путешествий в этом году для всей своей семьи. Люди, которые хотят в этой сфере развиваться, а я хочу в этой сфере развиваться. Почему? Потому что я всю жизнь думала, какая бы была такая крутая работа, где бы нужно было просто путешествовать. Просто путешествовать и рассказывать о том, как ты путешествуешь. И инкруизм это такая работа. То есть я сейчас к ней отношусь как к работе, а не просто как к хобби, потому что я увидела живые деньги, я увидела возможность увидеть мир. И, соответственно, конечно, я хочу больше как любой нормальный человек. Я хочу здесь сделать карьеру. Да, по поводу карьеры, здесь, я думаю, здесь в основном все знакомые, хотя есть и незнакомые люди. Всем привет, во-первых, те, кто только что присоединился к нам. По поводу карьеры и потенциального роста. Вот смотрите, если даже вы не тревел-блогер, если вы даже вообще не блогер, но тем не менее, вы все равно периодически ездите в путешествия, вы отдыхаете там в разных точках планеты, все равно там хотя бы один раз в год, раз в два года, да, и вы всегда с особым таким трепетом, с особым желанием вы выставляете фотографии в соцсетях, в Инстаграме, там на Фейсбуке, да, ВКонтакте, вы рассказываете об этом в сторис, ну, вы об этом только... Вы делаете это так всегда и просто без проблем. Да, вы в принципе оставляете даже только это, где вы красивые там лежите на пляже, или там ты брутально лезешь там где-то в город. Или показываете авиабилет, вот, посмотрите все, я в аэропорту, я сейчас перечу туда-то. То есть вы, каждый человек, это делает, потому что это круто, хватает со своими путешествиями. Да, и вот смотрите, и получается, когда вы находитесь там, вы это делаете бесплатно. Ну, как бы многие из нас там, кто там называет себя блогером, и при этом преуспевает. Сейчас, секунду, ага. Да, при этом это делают бесплатно и всегда думают, как бы себя продать, как бы банк завести к себе на блог, или как бы мне там, я не знаю, какую-то там туристическую фирму. Это ладно, каждый второй человек думает, как бы больше лайков набрать, как бы там себя выставить в купальнике, чтобы прям как бы там вам... А здесь получается, ты рассказываешь, ну, по-любому спрашиваешь, что где был там, еще как, сколько заплатил, а как все это... Сколько потратили, сколько потратили, а что вообще, что почем, где там, как... Начинаются вот эти свои какие-то терки, и при этом рассказы там бывают, рекомендации прямо в социальных сетях. То есть вы все равно делитесь, вы всегда... Вы как бы не любите, не хотите просто прослыть таким простаком, таким дурачком, который там оставил кучу бабла где-то, по глупости. Ты говоришь, если даже ты много денег оставляешь, как правило, ты говоришь об этом с такой гордостью, ай, там бабло спустил, короче, да, а вот так, чтобы вот сказать, типа, вообще там дешево получилось, я такой умный, я все просчитал, вот это как бы у нас, ну, все равно как-то реже получается, да, потому что по большому счету все равно мы отдаем большие деньги за это. И мы путешествуем намного меньше, только по одной причине, потому что у нас тупо у многих нет денег, позволить себе больше путешествий. И вот инкруиз, он чем кру, да, что, ребят, если вы чуть-чуть, вот чуть-чуть даже с мозгами, если вы хотя бы чуть-чуть умеете считать деньги, если вы чуть-чуть хоть знаете, как дается зарабатывание денег, если вы, если у вас все-таки есть мечта давняя, а реально у каждого человека с детства есть мечта, вот мы там писали, блин, я хочу в кругосветку по всему миру, но мы сейчас даже об этом не думаем, зачем, у нас же кредиты, ипотеки, у нас босс, начальник, у нас там с 10 до 6 работ, у нас там собаку не с кем оставить, извините, мы просто хороним эту мечту, она есть, и этот сервис, он как раз-то, ну, для таких людей, и еще фишка, вот, как бы, с которой я столкнулась, даже не фишка, да, а, ну, один из пунктов, да, что у нас почему-то так устроен мозг, что мы вот когда видим, вот написано, да, черным по белому написано, ребят, регистрируйтесь как туристы-партнер, и получите за это безоплатное членство, за 5 человек, мы этого не видим, мы видим сразу в этом, капец, ограбят, сейчас ограбят, последние 100 долларов заберут, кинут, все разорится, все вообще, все сгорело, все пропало, вот научитесь видеть, вот, то, что написано, так и есть, поверьте, я это все уже прошла, все шаги, у меня были точно такие же страхи, как бы, один, ну, как бы, мне было проще, потому что я верю в нас, это как бы человек, который очень заботится о своей репутации, который съездил в круиз, все проверил, только потом начало, суперкруто это активно продвигать, и если бы, наверное, меня туда позвал какой-то малознакомый человек, да, или мне в принципе предложил, я бы так и подумала, я бы сказал, вот, и, соответственно, если у вас, есть вот этот, как бы, ресурс, для, там, подведения, да, там, затрат, расходов, вы просто сядьте, посмотрите на цифры, которые мы вам, там, пришлем в личку, да, мы можем встретиться, всю следующую неделю, мы, как бы, будем встречаться с людьми, заинтересованными, рассказывать, показывать, вместе можем сесть, просчитать маршрут, там, на семью из четырех человек, через круиз и традиционным способом, сейчас мы это делаем, и там затраты, они, как бы, они не на три тысячи, это разница не в нескольких тысячах, это разница в несколько раз, просто в несколько раз, это большие перспективы, затраты, то есть здесь ты тратишь, грубо говоря, на все, на перелеты, там, на трансферы, порядка 30 тысяч, через инкруиз, да, здесь ты тратишь порядка, там, 180 тысяч, потому что, почему, ну, то есть одна из фишек, да, почему, потому что, почему, потому что, потому что, потому что в инкруизе дети до 12 лет путешествуют с вами бесплатно, и это то, что нас подкупило, то есть, значит, у меня уже безоплатное членство, у меня уже есть определенная заплата, у наших двух детей безоплатное членство, у наших двух детей безоплатное членство до 12 лет, и если вы увидите эти лайнеры, через какое-то время у меня тоже будет даже безоплатное членство, После того, как мы вот закончим эфир, потом я вас запрошу, я реперальную ссылку об этом обязательно сниму. Вот, и эти лайнеры, это просто, ну, реально это мечта для детей. Это просто мечта для отдыха с детьми. Почему? Потому что сервис на этих лайнерах, он очень высокий, он высоченный просто, он высоченный уровень безопасности. Деткам одевают браслеты, вам дают рации. Там у детей чип, не чип, а там, получается, с фотографиями родителей, с фотографиями ребенка. Вы можете, помимо того, что там очень много там опций, да, какие-то аттракционы, какие-то игровые комнаты для детей, ну, всех возрастов, да, вплоть до самых маленьких. Есть аниматры, вы можете ребенка, если вы хотите, например, прогуляться в городе, да, там, и оставить ребенка на лаере, ну, не знаю, там, просто настроение такое, погулять вдвоем, да, там, муж-женой. Там есть люди, которым вы оставляете ребенка под присмотром, за это вы не доплачиваете, его кормят, с ним ходят в бассейн, то есть у каждой возрастной группы свой педагог, да, свой аниматр. Он полностью накормлен, он под присмотром, он там не будет сидеть, там грязно, испачкаться, и как бы все на него запьют, нет. Он сам получит очень крутой отдых в это время. У него при этом, я хочу отметить, в плане безопасности, да, у него всегда при себе имеется карта, на которой написано фамилия, имя, отчество, имена родителей, номер каюты, в котором он остановился, то есть все данные вот в едином, ну, на единой карте есть. Поэтому не стоит беспокоиться, то, что он там где-то забудется. Да, потеряется на этом 11-ти этажный лайнер. Да, вы должны понимать, вот представляете, мы говорим о лайнерах, не вот этих корабликах каких-то, непонятно, о пароходиках. Это лайнеры, куда помещаются от 3 до 6 тысяч человек. Вы понимаете? Это реально город, это жилой комплекс, если даже не город, это огромный, это 11-ти этажные просто здания, да, огромный просто. Представляете? И для того, чтобы вот эти все люди друг другу там просто не передавили к чертовой матери, для того, чтобы организовать правильную инфраструктуру, там построена очень вот эта система очень круто, потому что, чтобы люди вот в этом пространстве гармонично взаимодействовали друг с другом и не мешали просто друг другу. Это, представляете, какая должна быть система отлаженная. И все это благополучно удается сделать. Потому что, и как бы благодаря этому в том числе, я полагаю, именно круизный бизнес, он в принципе в мире, он начинает просто подниматься семимильными шагами. В Соединенных Штатах уже 25% прироста ежегодного, да, за, ну, именно вот отдых людей именно через круизный туризм. Вот, сейчас прибьюсь, извините, смотрите, почему, как бы, круто зайти просто туристом, да. В Уфе, в Уфинском клубе у нас офис находится на Ленина 70, то есть, есть конкретная локация в городе, куда можно прийти, посмотреть истории людей, которые уже съездили. Их достаточно много, то есть, там люди разных возрастов, там есть пенсионеры, там есть мамочки в декретах, есть много молодежи, есть просто какие-то там, ну, почему-то я хочу сказать, женщины. Ну, короче, это не шарашкина контора, есть люди, живые люди, которые ездили, которые делятся, впечатлениями, которые обучают тех, кто пришел, опять-таки, ну, как бы технически какие-то моменты объясняют. Ну, то есть, это реально большое сообщество, которое разрастается каждый день, каждый день, потому что, если уж там чего греха таить, нас уже всех порядком уже, да, там уже достали с разными продуктами, да, разными, вот, то туризм именно в таком формате еще я не видел, чтобы преподносили. Это реально интересно, это то, что нужно, вот, как говорится, нет, не буду говорить, как говорится, да, потому что у нас уже время, подводить итог. Тут смотри, да, что осталось буквально, там, пять минут, что здесь, да, что здесь очень прозрачная система сама, здесь русскоязычная дирекция, то есть, если тебе что-то непонятно, ты просто пишешь письмо, тебе тут же отвечают, как бы, то есть, все прозрачно. Есть офис на Ленина 70, там среди недели проходят лекции тех, кто уже съездил, он просто показывает фотки, рассказывает, слушайте, у нас был круиз там 9-дневный, он был вот такой, вот такие были каюты, просто те, кто еще не ездил, это ему прощает, так скажем, выбор своего круиза, да, есть группа ватсапе, ватсапе, получается, там уфимский клуб, там все уфимские ребята, есть группа ВКонтакте, там люди со всей России, там Казахстан, там Тверь, там Казань, там Москва, там Питер, в Питере это просто бум, там просто такая движуха с этой темой, что даже вот я как бы рассылала ВКонтакте, недавно тоже предложения свои, и одна девушка говорит, слушайте, я вас читаю, у вас очень крутые тексты, но я уже в Инкруиз полгода, вообще супер крутая тема, то есть людей таких становится все больше, не нужно бояться, это не что-то там такое непонятное, вот мы можем встретиться, расскажем, покажем, и вы поймете. вот как раз вот здесь Маша пишет, то что она хочет с нами встретиться, и у нее вопрос сразу, оплата наличкой или по курсу Центробанка. Да, там смотрите, там очень легкая регистрация, то есть вы проходите по реферальной ссылке, там Олеговской, там или моей, у вас откроется, ну, обычное окно, как вы регистрируете, грубо говоря, аккаунт в соцсетях, только вам нужно вводить данные загранпаспорта, ну, то есть именно имя, фамилия, как написано в загранпаспорте. Да, то есть это серьезно, там не просто там какой-то аккаунт ты создал непонятно на каком ресурсе, там прямо данные твои полностью прописываются, чтобы не было возможности подделать, вместо тебя, чтобы кто-то что-то, но там все по-серьезному, когда зайдете, вы поймете, все работает быстро, даже вот на уровне технического исполнения, прямо, реально очень красиво это сделано. Вот, есть люди, которые, ну, в моей практике, да, тоже были там две девушки, они такие загорели сначала, вау, вау, зарегистрировались, и в какой-то момент такие, типа, так, ну, что-то там у кого-то просто дела какие-то семейные возникли, она поняла, что на этим не хочет, ну, не может заниматься физически, да, у какой-то другая с собой причина была, и они вышли, то есть они говорят, слушайте, мы хотим выйти, без проблем, без удержания там и проценты, не нужны, то есть, вы одно поймите, инкруизм не существует за счет вот этих наших взносов, он, это, это, вот лайнер один, он стоит миллиард долларов, ну, вот эти ваши 100 долларов, уфимских ребят, ну, ребят, это вообще смешно, вы думаете, и как бы, прям, ой, сейчас мы берем последнее, они на нас зарабатывают, там, нет, ребят, они не на этом зарабатывают, они зарабатывают на торговле, которая происходит на лайнере, это казино, это спа-салоны, это продажа алкоголя, это бутики, которых там 11 этажей, это какие-то там процедуры, да, есть даже платные рестораны, то есть, и лайнер, понимаете, почему они в это пошли, да, вот представьте просто, ну, мы все умные люди, да, мы все знакомы с маркетингом уже, даже как бы люди, которые специальность, людей другая, вот поймите, да, вот есть бренд, есть продукт лайнер, который, вместимость которого 6 тысяч человек, вот прикиньте просто, да, сколько денег им бы понадобилось потратить на традиционную рекламу, чтобы просто какие-то ребята в Уфе узнали о компании MCG, да, MCG это лайнеры, выбрать совершенно иной, да, лучше 6 тысяч человек довольно счастливые разместят фотки в соцсетях, то есть упор на соцсети, понимаете, здесь как бы не нужно быть гением, чтобы это понять, на органы нас пустят, да, все плохо, мы все умрем, ну, как бы после чего мы все умрем, да, представляете, да, вот 6 тысяч человек довольно счастливые в режиме онлайн выкладывают, да, вот эти вот как раз фотки, там, видосы, прямые эфиры делают, а потом еще и, ну, другая партия, и они еще имеют возможность как бы вернуться, потому что они, ну, как бы в клубе, да, представляете, либо вкладывать большие инвестиции, в традиционную рекламу, да, на ПСТ, давайте MCG сидят и думают, а не дайте нам рекламу за вот эти бюджеты, которые вы тоже знаете, я вот вижу здесь очень много маркетологов, сидят, пиарщиков, которые знают, что почем, ну, потому что они знают, и просто ребята с мозгами, они как бы думают, а зачем мы будем что-то там рассказывать в пассивном режиме, если мы можем просто предложить членство в клубе, на самом деле в Америке, это очень распространенная вещь, там есть на очень многих корпорациях, связанных там с транспортом, с тревелом, да, с различными сервисами, это просто принцип членства, вот вы, ты регистрируешься, тебе предлагаются вот такие варианты, да, все, то есть здесь вообще ничего нет, все работает, все, что, у меня тоже были страхи, я зарегистрировала, все работает, деньги возвращаются, деньги зарабатываются, бесплатное членство, А, вот, да, мне Олег, теска пишет. Да, на самом деле, вообще, MLM-пирамида, ну, вы можете остаться при своем мнении и путешествовать традиционным способом, через классические турагентства, просто, ну, как бы удачи, вот, поэтому, хотите больше разобраться, просто мы можем напрямую пообщаться, мы вам просто все покажем, Если вы, вот, кстати, Олег Васильев, он из Москвы, привет, Олег, сто лет не виделись, как бы, если вы находитесь в другом городе, мы связываемся по скайпу, там, через FaceTime, то есть вообще не проблема. В Москве, кстати, есть офис, он очень успешно работает, там мы можем вам дать адрес, вы придете, посмотрите, такие же люди живые, обычные. Знаете, что, вот с чем я сталкивалась, да, в течение этого месяца, когда я, я поставила себе цель, я хочу выйти на безоплатный член, это просто, ну, для меня это просто спорт некий, я на него, я на него вышла, и я за это время столкнулась с самыми разными, вот, просто каким-то шаблонами в мозгах людей, которые просто, вот, они мешают, на самом деле, они на многим все мешают, и люди, человеку проще спрятаться, да, там, ипотеку, за каких-то там зверюшек дома, которые ей нужно кормить, за какие-то вот, ребят, мы, это не тема, где у вас забирают деньги, это тема, которая, говорят, просто, вы можете, там, выйти на другой уровень отдыха, просто на другой уровень отдыха, просто, а почему, вот момент еще, давай уже закругляться, я думаю, я жду пока, за начнем закругляться, еще, почему, почему, смотрите, почему нужно, в чем фишка, почему они говорят, будьте travel-блогерами, и вы вам за это будете платить деньги, то есть суть работы, в чем заключается, смотрите, вы зарегистрировались, неважно, туристом или партнером, вы поехали в первый круиз, задача, то есть принцип вообще, вот этого развития, да, клуба заключается в том, что вы приедете, сказать, вы покажете лайнер свой, вы покажете кухню на этом лайнере, вы покажете цирк Дюссалей, который вы видите на этом лайнере, все, вот в чем суть работы, все, все, нужно закругляться, я попрощаюсь, ну, короче, какой итог я хочу подвести, изначально этот ролик, вернее, этот прямой эфир назывался, как бесплатно путешествовать, ну, так вот, ребят, у нас на сегодняшний день, более комфортабельного, доступного и безопасного, вида отдыха, и возможности возить по всей планете свою семью, я пока не нашел, если вы найдете что-то более убедительное, более экономное, более доступное, я, пожалуйста, тоже, пожалуйста, присылайте в комментариях, я не знаю, пишите в личку, неважно, если у вас есть какая-то альтернатива, дайте нам знать, и мы просто будем разбираться в этом, да, и, ну, значит, будет о чем поговорить. Все, спасибо, что уделили свое время, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,